Сельские школы как площадка для подготовки технарей в сотнях учреждениях образования региона сегодня открылись точки роста. По следам скандала вокруг Няндамской ЦРБ в чем суть конфликта и что ждать больница. Отопление в домах появилось на три дня. Раньше Северодвинска читался о готовности к зиме. Открытые колодцы в деревне Лахта Приморского района как ловушка для собак. А люди ни при чем. Современное футбольное поле и легкоатлетические дорожки. Новый стадион открыли в Котласе. В Северодвинске завершена проверка готовности теплосетей к зимнему периоду. Сегодня чиновники нанесли заключительный визит в две обслуживающие организации. Есть ли проблемы и подписан ли акт готовности, знает Николай Цып. Вот это у нас диспетчерская. На мониторах диспетчера весь город как на ладони. Расход тепла, давление, все параметры теплосетей под контролем ежеминутно. Напоры мы выдерживаем. Температура по температурному графику. Задаем 70 градусов, что для данной температуры наружного воздуха соответствует графику. На рабочем совещании в кабинете директора Северодвинских тепловых сетей доложено. Отопление дано на три дня раньше запланированной даты. В связи с погодными условиями проведены необходимые ремонтные работы. Мы в этом году заменили уже на данный период 5 километров 900 метров тепловых сетей. То есть план выполняем. Отремонтировали и подготовили к отопительному сезону перекачивающую насосную станцию и 40 центральных тепловых пунктов. Отопление подключено во всех многоквартирных домах, кроме 11, где проводились работы по капитальным ремонту тепловых узлов. На сегодняшний день с фондом достигли договоренности. Сегодня в 10 часов специалисты приехали. И по оставшимся домам совместные пуски тепла должны сделать до конца дня. То есть на сегодняшний день мы ожидаем, что все-таки в городе 100% тепло должно появиться. Но все же без тепла на сегодня остаются еще частные дома в квартале номер 123. Отопление там дать обещают сразу после промывки системы и выявления дефектов. Заминка вышла из-за смены обслуживающей организации. Управляющая компания с обязанностями не справлялась. Сейчас процедуру у нас КОМИ выполнила. Эти сети включены в реестр без хозяина. И на сегодняшний момент есть постановление, где определена эксплуатирующая организация. Это Севгортеплосети. Севгортеплосети обслуживают 226 километров теплотрасс. Это львиная часть, но есть и сети, которые по разным причинам не вошли в этот список. Они переданы муниципальному предприятию Горвик. Организация устранила все дефекты после гидравлических испытаний. Сети готовы. Акт подписан. В ближайшие дни двум сетевым организациям Северодвинска выдадут паспорта готовности к зимнему периоду. Николай Цыпь, Юлия Куницкас, Регион 29. Старт дан одновременно по всей стране. Это новость не от Министерства спорта, а от Министерства просвещения. В сотнях сельских школ сегодня открылись точки роста Центра образования цифрового и гуманитарного профилей. Появился такой и на базе Уимской средней школы. Алексей Карельский подробнее. В наше время такого не было. Это справедливое замечание мог бы высказать любой взрослый, оказавшийся сегодня в Уимской средней школе. С открытием Центра «Точка роста» образовательное учреждение будто шагнуло на несколько лет вперед. С чем ребят и поздравил губернатор Игорь Орлов. Сегодня стоит задача изменить качество, структуру образования. Сделать образование местом раскрытия возможностей молодого человека, для того, чтобы дальше творить, созидать, осуществлять прорыв для всей страны. В распоряжении Уимской школы поступило уйма оборудования. Конструкторы для робототехники, 3D-принтеры, техника для мобильных компьютерных классов, камеры и штативы, комплекты квадрокоптеров. Зачем вам в школе вот такие дроны? Мы их программируем, чтобы снять окрестности школы, обработать их на компьютере и сделать 3D-модель. Это один из проектов, которым займутся ребята. Именно на проектную, прикладную деятельность в первую очередь и направлена работа «Точки роста». Ребята научатся использовать современное оборудование, которое касается прототипирования, разработки 3D-моделей, разработки с аддитивными технологиями, VR и AR-технологии, аэрофотосъемка, ГИС-технологии, ГИС-системы. Ну и целый, на самом деле, большой перечень, по которому ребята научатся учиться с 5-го класса. Новое оборудование пополнило также кабинеты ОБЖ и технологии. В недрах центра вводятся даже занятия по шахматам. Зачем в школе изучать шахматы? Ну, как бы, шахматы, они развивают логику. В жизни это хорошо пригодится и в школе пригодится тоже. «Точка роста», несомненно, поможет тем, кто захочет связать свою жизнь с техническими, инженерными специальностями, IT-технологиями. Впрочем, даже если ребята не пойдут по этому пути, такое образование поможет им идти в ногу со временем. Это один из путей развития. И мы, конечно, будем стараться, чтобы вот этих вариантов роста, вариантов прорыва было как можно больше в наших учебных заведениях всех уровней. Одновременно с Уимской школой в Архангельской области сегодня открылось еще 22 центра «Точка роста». В следующем году их количество доведут до 60. В райцентре Ленского района провели экологический субботник и «Кросснации» в один день Яринцам повезло. Погода, в отличие от большинства других районов области, здесь выстояла сухая. Экологический субботник «Зеленая Россия» прошел в сквере на набережной Подбельского. Участники убирали сухостой, валежник, благоустраивали заброшенные участки сквера, высаживали рябину. Акция, тут чистота. Районного центра, чистота нашего родного села. В этот же день в Яринске прошли детские и взрослые забеги. Сельчане как смогли, поддержали всероссийскую легкоатлетическую акцию «Кросснации». Отмечу, что маршрут у бегунов пролегал по очень живописным местам. Больше месяца назад мы показали несанкционированную свалку в Новодвинске и получили заверение заинтересованных сторон, что меры будут приняты. Все указанные в том сюжете сроки истекли. Давайте оценим, что поменялось. Август 2019-го. Автомастерская на границе Новодвинска. Клиентам избушка передом, к экологии задом. На задворках плодится мусор. Борцы Общероссийского народного фронта тогда прижали арендатора участка к ногтю. Обозначили ему свой фронт работ. Прошел месяц. То же место, те же лица и даже выражения на них те же. Ибо общественник Айман Тюкина увиденным осталось явно недовольно. То же самое строительные отходы четвертого класса опасность. То же самое рубероид у нас с крыш. У нас вон и емкости из-под нефтепродуктов и покрышки. У собственника автомастерской внезапно обнаружилась четкая позиция. Оставшийся мусор уже не на его участке. Все вопросы к соседнему гаражному кооперативу. А то, что у самого бревна штабелями, так это и не строительный мусор вовсе. Это дрова на отоплении. Они без красок. Раньше предъявляли претензию, что якобы рамы, а не с краской. Сейчас чистые дрова. Топить котел вполне нормально. Упомянутыми оконными рамами, которыми были основные претензии экозащитников, теперь топить точно не будут. Сгинули. Рамы куда убрали? Вывезли на полигон. На полигон? А как вы их вывезли? Брали талончик. На что вы брали? На какие отходы? На крупногабаритные мусорно-строительные отходы? Я даже не знаю. Впрочем, документы, по уверениям арендатора участка, все есть. И даже предоставлены в муниципалитет. Наверное, поэтому город пошел с автомастерской на мировую. То, что ребята стали реально наводить порядок на территории, которую они занимают, это факт. И это послужило основанием, в том числе, для отзыва иска, связанного с возможным административным наказанием по административному правонарушению в адрес этих предпринимателей. Тут и сказочки конец вовсе нет. Сопредседателя регионального штаба ОНФ Айман Тюкину такой расклад не устраивает. Раз земля муниципальная, пусть город и отвечает. Администрация, значит, если она не осуществляет муниципальный контроль, должна убрать, за свой счет ликвидировать и провести рекультивацию. Будем обращаться в прокуратуру, чтобы уже прокуратура обязала администрацию убрать. А что же прокуратура? Держит руку на пульсе. И хоть от первого судебного разбирательства предприниматели благополучно отскочили, на горизонте, однако же, маячит второе. В настоящее время по направленной прокуратуре города информации территориальным отделом Роспотребнадзор решается вопрос о привлечении арендатора земельного участка к административной ответственности по статье 6.3 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Если дело дойдет до суда, тогда, наверное, вновь придется вспомнить и про правила благоустройства, и про границы участков. И тогда уж расставить точки над «и», кто же за этот мусор все-таки отвечает. Алексей Корейский, Александр Кузнецов, Регион 29. А сейчас в Котлас там прибавилось спортивных объектов. На одном из центральных стадионов города салюте построено футбольное поле и легкоатлетические дорожки. Их стоимость около 63 миллионов рублей. Львиная доля – это средства областного бюджета. В церемонии открытия обновленного стадиона приняла участие и Елена Кермич. Вместо старого грунтового покрытия и шлаковой дорожки – новый современный стадион площадью свыше 8 тысяч квадратных метров. На них разместились полномасштабное футбольное поле с искусственным покрытием, четыре беговые дорожки по 400 метров, трибуны, новая площадка для сдачи норм ГТО. Я футболом занимаюсь полтора года, и на котором стадионе мы занимались, там качество очень плохое. А тут намного лучше, и качество покрытия очень хорошее. Мне очень понравился газон. Это на самом деле самое необходимое, что должно быть на футбольном поле, потому что чем качественнее покрытие, тем меньше травму ребят. Это самое главное. Реконструкция салюта началась еще в прошлом году в рамках целевой программы «Развитие физической культуры и спорта». В 2019-м Котловский стадион вошел в нацпроект «Демография». В пределах 13 миллионов было вложено федеральных средств на само покрытие и его наполнение. Около 40 миллионов было выделено из областного бюджета и на подложку, да, энергетическое покрытие. Ну и, конечно же, муниципальный бюджет не остался в стороне. Это около 10 миллионов рублей. В этом году в рамках национального проекта «Демография» и федеральной программы «Спорт. Норма жизни» 8 городов и районов Архангельской области получили новые спортплощадки. В следующем году их будет еще 6. Если говорить о крупных объектах, это в этом году мы сдаем физкультурно-спортивный комплекс в городе Северодвинске, значит, сдаем скалодром, опять же, в Северодвинске. Первый этап физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Архангельске. На следующий год запланировано строительство больших объектов. В 2019-м на строительство спортсооружений в регионе направлено свыше 160 миллионов рублей. Это три десятка объектов. Мини-футбольные поля, хоккейные корты, площадки для сдачи норм ГТО. Елена Кермич, Алексей Вачек, Регион 29. А в Няндаме наша съемочная группа побывала в центральной районной больнице. Поводом для поездки стал скандал вокруг фотографий и видео, которые разместили в соцсетях работники больницы. Мы решили посмотреть на все своими глазами и показать вам, что увидели. В центральную районную больницу Няндамы мы попали без проблем. Главный врач предоставила нам доступ в скандально известные помещения, комнату отдыха бригад скорой помощи и пищеблок. Вывод первый. Фотографии, облетевшие соцсети и вызвавшие массу обсуждений, основаны на реальных событиях. Вот та самая комната отдыха. Сейчас она, конечно, гораздо чище, а вот и пищеблок. Конечно, мы хотим и ждем ремонта. Конечно, мы не согласны с тем, что в других условиях мы работаем. О чему удивляться, говорит главврач Елена Максимова. Няндамской больнице 110 лет. Капремонтов не было несколько десятилетий. Лишь в последние два года пошли серьезные деньги. И, естественно, направляют их в первую очередь на лечебное отделение и медицинское оборудование. До вспомогательных и бытовых помещений дело просто не дошло. У нас очень много сейчас дел. Оставим массу средств, строим сразу ремонт в четырех подразделениях, огромные проекты. Мы увидели, что такую политику администрации больницы врачи поддерживают. По крайней мере, некоторые из них. Условия созданы нормальные. Все отделение всегда, все чисто, прибрано. То есть, как бы я ничего худого сказать не могу. Пациенты тоже говорят о том, что в больнице создана доброжелательная, теплая атмосфера. Я часто лежу. Год три так раз лежу. Но обходительные все. И санитарочки, и врачи все хорошие. Ничего плохого не скажу. В защиту больницы высказался и областной депутат по округу Иван Новиков. После объезда в Север-Арханинскую область в течение вот этих летних каникул мне сложно назвать какую-либо сельскую районную больницу, в которую бы вкладывалось только средства. То есть, Няндамская больница в этом году только участвует в программах на порядка 50 миллионов рублей привлекает в прошлом году та же цифра. Так почему же появились эти фотографии, которые на всю страну очерняют больницу с более чем вековой историей и вроде бы неплохим настоящим? После разговора со всеми участниками конфликта, а причиной скандала в соцсетях был именно конфликт, нам показалось, что это месть работников, водителей скорой помощи, недовольных управленческими решениями главного врача. Ситуация банальная, по сути, рядовая. Водителей скорой улечили в сливе бензина. Машину проверяли, на которой они ездили. Пройденный километраж, они выставляют 150 километров за сутки. А из расчетов, значит, вот карты Яндекса, даже вот сверки километража, который они проезжали, то есть машина выезжала по их адресу, по тем адресам, на которые осуществлялся вызов, пройдено всего лишь, например, 64-30 километров вместо 150. После чего деньги, израсходованные якобы на бензин, у водителей просто вышли из зарплат. Те обратились в суд и выиграли. Руководство больницы признает, ему не хватило юридической подкованности. А люди утверждают, они ни в чем не виноваты. И хотели лишь... Чтобы на нас обратили внимание. Понимаете? Ну, понимаете, ажиотаж уже идет. Уже не первую неделю. Но главврач также к нам не подходил, из руководства никто не подходил, с нами не беседовал. Не пытался как-то конфликт решить. Что же после такой широкой огласки, конфликт точно будет улажен. Об этом говорит и главный врач. Недопонимание, видимо, сторонами друг друга. Я думаю, все это внутри себя решим. Потому что это здорово, на самом деле, отвлекает. Нас очень много сейчас дел. А работы в Няндамской больнице предстоит действительно много. Открыть свой сосудистый центр и травмоцентр, отделение гемодиализа, завершить капитальные ремонты. Анна Рязанова, Евгений Зыков, Регион 29. Открытые колодцы стали поводом для беспокойства жителей деревни Лахта Приморского района. Освещения в темное время суток там практически нет. Провалиться в открытый люк может любой. Тем более, уже есть пострадавшие. Михаил Меньшенин далее. В Катунинской деревне Лахта как будто сошлись две эпохи. Современные малоэтажки соседствуют с практически полным отсутствием освещения на улицах и открытыми колодцами глубиной в человеческий рост. Последние особенно беспокоят местных жителей. Люди боятся случайно провалиться в заросший травой люк. Тем более, уже есть прецедент. Иван Ренг едва не лишился своей собаки Эмбер во время прогулки. В вечернее время, ничего не видно. Трава, да, идешь и получается люка-то вообще не видно. Я бы о нем не знал. Собака, видимо, тоже бежала. И бац, ее нету. То есть хорошо, что она была на поводке. Я как бы понял, что там эта дырка. Начал ее вытягивать. Вот. Ну и кое-как вытащил. Без поводка бы, соответственно, она бы там, ну, так и осталось. Достать ее там невозможно было. Глубина приличная, плюс вода. То есть побарахталась бы и утонула. К счастью, с Эмбер все в порядке. А вот колодезные люки так и остаются открытыми. Только вдоль улицы Геолога в центральной влахте их четыре штуки. А вокруг беззаботно играют дети. Мы неоднократно раньше уже обращались с подобными проблемами. И с освещением, и с колодцами. И то, что у нас тут арматура вон там сверху. Если в дырку ребенок упадет, попадет на кол. Вот. Не дай бог, конечно. Вот. Ничего все равно, как бы никаких решений по данному вопросу пока не было. К главе Катунина Михаилу Михайлову обратилась и наша редакция. Чиновник сказал, что он в отпуске, беспокоить его не нужно. И что все необходимые указания он уже дал. Правда, кому, что конкретно и в какие сроки приказал сделать Михаил Васильевич, он уточнять отказался. Не удалось узнать это и по телефонам, указанным на сайте Катунинской администрации. В рабочее время ни по одному из номеров не берут трубку. Возможно, работники администрации в полном составе уже заняты решением проблемы с люками. А если нет, жителям Лахты остается только жаловаться в прокуратуру на бездействие властей. Михаил Меньшанин, Евгений Зыков, Регион 29. Через несколько минут расскажем, кто стал победителем на региональном этапе всероссийского конкурса профмастерства лучшей в индустрии туризма, а также назовем лидера легкоатлетических соревнований в памяти Столярова. А пока реклама. Погода за окном так и шепчет. Самое время утепляться к зиме. На ярмарке «Золотая осень» во Дворце спорта большой выбор курток для всей семьи. Парки из Финляндии и Санкт-Петербурга, сделанные по современной технологии климат-контроль. Для модниц широкий выбор головных уборов, итальянских колготок и оренбургских платков из овечьей шерсти. Большой ассортимент зимней обуви, способной держать морозы до минус 40 градусов. Найдутся товары и для настоящих гурманов. Деликатесы из дичи, шенкурские картофели, капуста, свежемороженая рыба, грибы и соленья от архангельских продавцов. Впервые на прилавках адыгейские сыры. Где бы мы ни были в Архангельске, в Москве, везде, где бы ни были, все говорят, а мы знаем этот сыр, а мы пробуем. Его нужно обязательно попробовать. Он очень нежный и отличается вкусовыми качествами. Для детей на ярмарке представлен широкий ассортимент легенцов и карамели ручной работы. А дачники найдут здесь саженцы крыжовника, смородины и декоративных кустарников. Торопитесь, ярмарка «Золотая осень» будет работать во Дворце спорта с 24 по 27 сентября. Цитрамон 4,90. Добрая аптека. Всегда низкие цены. Ближайшая зима грозится стать одной из самых суровых и холодных за последнее время, чтобы с комфортом пережить ее, северянок приглашают на ярмарку во Дворец спорта. Стильные, качественные, а главное, теплые шубы из каракуля уже ждут своих будущих обладательниц. Каракуль можно одевать лет 15-20 лет. Он ноский каракуль, он прочный вещь. Мех хороший, натуральный, не крашеный. Видел, как ячменный. Ни химии нет, ни грамма. Если ищете оригинальную долговечную шубу, то встречаемся на ярмарке «Золотая осень» во Дворце спорта с 24 по 27 сентября. Цитрамон 4,90. Добрая аптека. Всегда низкие цены. Шикарные двери, идущие в ногу со временем предприятия, работающие с 2007 года. В Архангельской области его филиалы есть в Котласе и Коряжме. Опытные специалисты салона не только помогают подобрать нужный вариант межкомнатных или металлических дверей, но и установят их у вас дома. Плюс дадут гарантию. Выбором мы своим остались очень довольны. Во-первых, мне нравится их дизайн, нравится фурнитура дверей, рисунок на стекле. За 14 лет компания заручилась поддержкой не только покупателей, но и надежных партнеров. Сегодня она напрямую сотрудничает с самыми крупными производителями дверей, благодаря чему гарантирует качество, большой размерный ряд вплоть до нестандартных величин, а также разные стилевые и цветовые решения. Кроме того, здесь двери из натуральных, экологически чистых материалов. Эти двери состоят из двух основных частей, разделенных специальным изолятором терморазрыв толщиной целый сантиметр. Он находится как на самой двери, так же и на дверной коробке. Двери очень толстые, не промерзают, не дают конденсата. То, что нужно для вашего дома. Группа компании «Шикарные двери» – одна из ведущих организаций в оптово-розничной торговле межкомнатными металлическими дверями, а также предметами интерьера сразу в нескольких регионах России. Подобрать подходящие к новым дверям обои, ламинат и даже элементы элегантного декора вам помогут профессиональные дизайнеры. Выгодное предложение. ЖК «Новый квартал» Корпус-1. Двухкомнатные квартиры – 2 миллиона 600 тысяч рублей. Трехкомнатные – 3 миллиона 100 тысяч рублей. Удобные планировки. Чистовая отделка. Подробности по телефону 65 69 49. В чайно-кофейной лавке «Самовар» традиционная распродажа. Три дня – 27, 28 и 29 сентября. Скидка 33% на вкуснейший чай и кофе. Успевайте, порадуйте себя и своих близких. Это «Автограф дня». Продолжаем. План по вакцинации населения против гриппа в Архангельской области на сегодня выполнен на 23%. Такая цифра была приведена на еженедельном совещании в правительстве региона. Детская и взрослая вакцина «Савигрипп» поступила в Поморье и имеется в достаточном количестве во всех медицинских организациях. В этом году планируется привить против гриппа 529 тысяч жителей области, в том числе 157 тысяч детей. Это не некая, так сказать, компания странная, которую проводят. Это осознанное понимание государством важности и положительности этого процесса. Прививочная кампания в Поморье должна быть завершена до 31 октября, чтобы к пику заболеваемости, который наступит в январе-феврале, у вакцинированных успел выработаться иммунитет. Сделать прививку можно в поликлинике по месту наблюдения, естественно, бесплатно. Вручены награды победителям регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма» Наталья Пулина познакомилась с некоторыми из лидеров. Чумбаровка – памятник Степану Писахову. Именно здесь берет свое начало маршрут творческого развития страна Уйма-Малиния. Проект «Путешествие в сказочную страну» в прошлом году был поддержан фондом президентских грантов, а сегодня является одним из ярчайших турмаршрутов в Уйме. Его руководитель – директор Центра развития Приморского района Ольга Воронова. Мы хотим работать именно с нашим населением, населением Архангельского региона. Мы не замахиваемся пока на города большие, хотя те из них, которые попадают на наши маршруты, они очень благодарны за то, что мы делаем. Но в первую очередь мы работаем для наших ветеранов, для наших школьников, для наших женщин, активисток, общественные организации привлекаем. Сегодня в Приморском районе работает 16 маршрутов, половина из которых открылась за последние два года. Количество туристов из года в год растет в геометрической прогрессии. В 2018-м район посетило 9 тысяч человек. Поэтому сегодня Ольга Воронова признана лучшим менеджером по въездному и внутреннему туризму. В Архангельской области увеличивается ежегодное количество коллективных средств размещения, открываются новые, разрабатываются новые турмаршруты и турпрограммы. В отдаленных уголках региона также появляются интересные турпродукты. Область развивается и в передверии Всемирного дня туризма как раз мы подводим итоги нашего конкурса. Лучшей в сфере туризма признана и Ольга Сыркашева, экскурсовод из Малых Карел. Вот уже 13 годов работаю я в музее Малой Карелы, что под городом Архангельском на русском севере. Работа девушки одновременно и сложная и интересная. На двух иностранных языках – английском и немецком – она открывает мир северных традиций для гостей и зарубежья, и даже проводит свадебные обряды. Порой бывает сложно объяснить что-то, что свойственно не только для России, а именно для наших деревень, для нашей культуры. Но бывает приятно, когда находятся какие-то параллели и у иностранцев тоже. Вот Норвегия, например, приезжает. Говорят, у нас забор такой же, похож называется по-другому, ну да ладно. Кроме экскурсоводов и менеджеров по туризму, среди награжденных и лучшие администраторы, и горничная гостиница Архангельска. Шестеро победителей регионального этапа уже вступили в борьбу на этапе федеральном. Шансы на победу у нас есть. За четырехлетнюю историю конкурса представители Архангельской области дважды занимали второе место по стране. Наталья Пулина, Светлана Михеевская, Регион 29. В Северодвинске прошли юбилейные 10-е соревнования по легкой атлетике в памяти мастера спорта Бориса Столярова. На старт вышли спортсмены из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Николай Цып встречал участников на финише и насчитал сразу четыре рекорда стадиона Беломорец. На старт соревнований в памяти Бориса Столярова вышли более сотни легкой атлетов со всей области. Одно из главных спортивных достижений Северодвинца – шестое место на Олимпиаде в Мельбурне в 1956 году. 2000 метров. Такую дистанцию на стадионе Беломорец в рамках этих соревнований бегут впервые. Поэтому победа приятна вдвойне, ведь любой результат автоматически станет рекордом. Дистанцию в 6,5 кругов быстрее всех преодолел Северодвинец Владислав Яшин. Результат 5 минут 56,7 секунды. Все средневеки и старые, в принципе, тренируются и готовы бежать там, грубо говоря, от тысячи и там до десятки. Просто разное по степени качество время будет. Ну вот сегодня получилось 6 минут разменять. В принципе, так и настраивался. Следом выстрел и финальный забег на 60 метров среди девушек. Здесь лидер Северодвинка Наталья Зайцева. Несмотря на дождь и холод, она сумела улучшить рекорд стадиона на 0,2, финишировав с результатом 7,7 секунды. Спортсмен должен, наверное, избегать любую погоду. Но мне это не мешает, потому что в том году была погода гораздо хуже. Еще одно золото в копилку северодвинцев добыл Александр Шумилов. На дистанции 60 метров он опередил своего постоянного соперника Антона Никулина всего на 0,1 секунды. Высшую награду северодвинские легкоатлеты завоевали и на стометровке. Вероника Кабанова финишировала первой, но результат 13,5 секунд ее не устроил. Стартовалось очень холодно, мышцы все замерзли. Несмотря на то, что сильно разминались, все-таки прохладная погода. Успехи спортсменов из города Корабелов разбавил новодвинец Илья Неверов. 100 метров он уложил в 11,2 секунды. Далее еще один рекорд соревнований памяти Столярова установила архангела Городка Ульяна Агеева на дистанции 600 метров. А рекорд 1,000 метров Артур Смирнов сумел обновить сразу на 5 секунд. В смешанных эстафетах у юношей и девушек победу праздновали команды из Северодвинска. Николай Цыпь, Юлия Куницкос, Регион 29. Очередной матч на Кубке России провел архангельский водник. В Ульяновске наша команда сыграла в ничью с казанским «Динамо». Встреча характеризовалась большим количеством борьбы и фолов со стороны команды из Татарстана. К концу матча белоголубые набрали 80 минут штрафного времени и одну красную карточку. Полноценно воспользоваться этим желто-зеленые не смогли. Водник открыл счет, но затем несколько раз оказывался в положении отыгрывающегося. Уйти от поражения наша команда смогла только за 5 минут до конца. Итоговый счет 4-4. Интересная игра с обоюдными шансами на успех. В концовочке могли мы все-таки добиться победы, но, к сожалению, не использовали хорошие моменты. Ничья – тоже результат. В принципе, шансы еще есть на выход. Завтра отдохнем, день выходной. Будем играть дальше. Следующий матч на Кубке страны наша команда проведет 26 сентября против лидера западной группы Московского «Динамо». Материалы этого выпуска есть в группе телеканала «Регион-29» ВКонтакте. Адрес на экране. А на сегодня это все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова